Всем привет! Давно не виделись, но у меня сейчас категорически мало времени, новая работа, нужно разобраться с основными моментами, настроить, чтобы работал качественно, поэтому остается только вечера, плюс ничего нового я не делал, а делать все то же самое ради количества видео, ну, наверное, нелогично. Но сегодня я наконец-то нашел, о чем вам рассказать, это будет одна из маленьких частей того, как я собираю пивоваренный свой такой комплект оборудования, который будет, я надеюсь, очень универсальный. Изначально был Купор, который я рассказывал в своем видео, а сейчас я хочу рассказать про два момента. Первое, это пластинчатый теплообменник, он же, его же можно использовать для нагрева, но, естественно, пивоварение это основное охлаждение сусла. Очень любопытно, какая будет эффективность, поэтому я специально поставил кипятиться воду, у нее сейчас 80 градусов температура, хочу достичь кипения и посмотреть на полной мощности насоса, как он ее прокачает. И вариант номер два, за мной проверил вот такой вот китайский насос, ссылочку на Alidan, 24 вольта, ну, качает нормально, на самом деле, у меня вполне нормально он поднимал довольно густую брагу из бочки прямо сюда, и, в принципе, проблем не было. Возможно, выложу потом одно-два коротеньких видео, посвящаемых, ну, такие вот, нарезочки чисто, нет там материала на полную съемку, но, если будет интересно, могу выложить просто короткими роликами у себя на канале. Все насосы, шланги вот эти силиконовые, для всего были куплены вот такие вот из нержавеющей стали быстросъемы, они с силиконовыми прокладочками внутри, специально для пивоварения. То есть, просто защелкивается, как садовый шланг на коннекторе, все стандартно. То есть, вот обратная часть, в данном случае, вот папа на маму, да, получается. То есть, вот он таким же образом легко защелкивается, там одной рукой достаточно. Ставили, все. Идеальное герметичное соединение готово. Оно немножко болтается, в отличие от вариантов, когда вы используете камлоки, но, на самом деле, я думаю, это будет нормально. Сейчас поближе покажу вам сам чиллер, ну и дождемся, когда закипит, и заодно проверим, сможет ли эта херня китайская, там, за какие-то совершенно небольшие деньги, работать с горячей водой. У него в спецификации написано до 100 градусов, вот, и мне сейчас надо решить, буду ли я менять этот насос, если он не справится. При горячей водой, при кипятке, и не буду, не буду, ну, в общем, в таком варианте. В принципе, варианта у меня два, которые взять. Один, ну, относительно недорогой, китайский тоже, около 5 тысяч он стоит. И второй вариант, это насос фирменный от фирмы Topflo. Стоит он дороже практически два раза, примерно, в районе 12 тысяч. Его же использует доктор Губер в своих пивоварнях, ну, они его продают по 16, ну, на самом деле, 4 тысячи лишнего не бывает. Вот, тоже ссылочки дам на оба варианта, если захочу... Ну, хотя, ладно, ссылки дам, в любом случае, на оба варианта. А сейчас давайте посмотрим поближе, как выглядит пластинчатый теплообменник, где взял, как подключил, ну, и все это более подробно. Вот так вот выглядит пластинчатый теплообменник, чтобы было понятно его размер. Но он довольно-таки приличный по размеру. Работают по принципу противотока, соответственно, это у нас идет вход сусло, это выход сусло. Здесь уже под будущую автоматику сделан стоит датчик, он в колодце, то есть обычный датчик на 6 вставляется вот таким вот образом. Если не ошибаюсь, сам колодец, вот этот термовелл, да, так называемый, я не помню, как он называется на русском. И сам чиллер брал на дистиллярусе. Самый лучший вариант цены оказался, как ни странно, ну, хотя, может быть, и правильно это, но при этом отсутствует полностью наклейка. То есть на всех других, где я видел, здесь-то, это прилеплен наклейка, в которой четко написано, там, куда-что подключать. Здесь этого нету, ну, там, на самом деле, просто подключается кресток, накрест, то есть выход-вход, выход-вход. Вода я поставила стандартные быстросъемы, чтобы можно было подключать его в нормальном, ну, в нормальном, в привычном уже мне формате, да, то есть все довольно-таки просто, проверено, вода вот идет, то есть совершенно все нормально, здесь ничего не течет, естественно, оно не должно. И вот у меня есть два шланга, то есть вот они довольно-таки большие, мне просто их, я еще и пока их не нарезал, в нужное мне количество, покажу примерно, как выглядит. Соответственно, это я сейчас сначала, на момент кипячения, буду возвращать воду туда, без охлаждения, то есть я сейчас кран выключу, соответственно, это у нас, стоп, выход у нас вот здесь вот, то есть вот, видно, защелкнулся, и туда вот пойдет вход. То же самое с насосом. Как видно, так, у нас тут сейчас, надо так снять, то есть мы просто подключаем насос, защелкивает сюда все, и сюда я уже буду подключать оставшийся шланг. То есть я его возьму, просто ставлю сюда, защелкнув, так, аккуратненько, чтобы все это немножко неудобно одной рукой делать. Так, и что у нас? И у нас пойдет вторая, вот сюда. То есть все у нас защелкнуто, кранов много очень. Так, блин, прям даже не знаю. Так, здесь еще пока ничего не течет, здесь кран перекрыт, этим краном можно тоже дополнительно регулировать, желательно именно регуляцию напора делать после насоса, чтобы не допускать его осушения. То есть, ну, как видно, здесь вполне нормально все это болтается. Ну, что, давайте попробуем. Температура 87, ну, воду я отключил, поэтому просто попробуем погонять. Соответственно, я сначала пока просто открою, посмотрю, как у нас тут пойдет водичка. Так, насос заполнился. Здесь от досуда дошло. Ну, естественно, ничего не происходит. Врубаем насос. Так, где тут от него? Так, мы слышим, пошло бульканье. Вода пошла. Так, временно надо телефон ответить. Так, ну что, возвращаемся. давай посмотрим, что у нас здесь. горячее. Ну, в принципе, идет нормальный напор. Есть небольшие воздушные пробочки, как видно. Температура 85, насос работает. в принципе, все ок. Несмотря на то, что довольно-таки длинные шланги, я еще не повесил хомуты, надеюсь, это не слишком будет плохо. Вот, ну ладно, я его оставляю в таком состоянии. Ну, что, наконец-то, заветные 100 градусов, без крышки, остановилась на 99, и дальше не хотела идти, вообще нифига. сейчас вот догнал до 100, все активно кипит, залезай туда. давайте попробуем, посмотрим. В конце концов, эксперимент требует активной, активное кипение мы наблюдаем. Сразу здесь все уменьшилось, потому что вылезло. Ладно, здесь мне термометр уже будет не нужен. Мы убедились в том, что там все кипит. Термометр мне нужен будет вот здесь вот. чтобы контролировать температуру выходящего сусла. Сусла, так сказать. Ну что, я открываю кран. Воду пока, ну хотя, чуть не включаю. Надо включать. Почему не? Холодная вода пошла. Напор, так, чтобы сюда не попадало. Включим термометр. Надеюсь, тут видно. Ну, напор я сделал такой средненький. Тут еще пока горячая вода, теплая. Вот, даже не холодная. Давайте проверим заодно температуру воды, чтобы было интересно. Вот, пока, пока сливается вода, хотел бы рассказать один момент. Передавал мне Саня Лисицын эстафету, но, к сожалению, не получилось у меня и снять в это время, и найти человека, который ему передать. Поэтому, блин, ребят, сорян, что тебе, Саш, что Никита, сибирские обычаи, тебе. Не знаю, я даже вот сейчас не смотрел, смогли вы что-то сделать, не смогли. Я, в любом случае, все, что касается этой вещи, этой темы, все ссылки на канал и на саму акцию выложу. Возможно, кто-то из Винокуров, кто посмотрит, захочет сам поучаствовать. Там, в принципе, может списаться либо с Александром Лисицыным, либо с сибирским обычаем по каналу. Там, в принципе, у них есть у всех в описании. Вот, к сожалению, вот, не получилось у меня. Причина банально две, на самом деле. Первая причина, новая работа, нужно было погрузиться. Вот, и второй вариант. Примерно полтора месяца пришлось потратить на попытки спасти помощницу, главного технолога. Вот эту мелкую, ее, наверное, кто-то мог видеть в видео. Там, полтора месяца практически каждый вечер капельницы, таблетки, там, врачи. Просто, проще сказать, кому я ее не показывал еще. Вот, каждый вечер одно и то же. и в итоге все-таки не получилось ее спасти никак. Ладно, не будем о грустном. Все, сейчас все меняется. Сейчас еще раз покажу, что у нас тут. Температура охлаждающая. на самом деле, 18 градусов и вряд ли она будет меньше. Так, все, вода течет, напор довольно-таки сильный, потому что, в принципе, давать я туда вот тоже сильно. Сильнее не смогу, не хватает небольшое количество запчастей на данный момент, поэтому я боюсь просто, что все поубивает. Наха, что, броу, не небольшой сбой. Все, холодная вода идет, ее температура примерно 17 градусов, напор, ну, сильный, держится, потому что оттуда, я надеюсь, будет сильный. Там все это дело активный кипит, температура соточка, термометр, к сожалению, сдох, я все еще, все, у меня руки не доходит его поменять, чтобы было понятней. Так, 27, ну, окей. Ну что, открываю и включаю насос. Сорян. Так, ну что, вода пошла, напоминаю, здесь 100, так, отсюда выходит, ну, вообще холодная, на самом деле, вода холодная, здесь кипяток, ну, подождем немножко, скорее всего, здесь все-таки начало, самое начало, Насос работает так себе, честно скажу, мне не особо нравится, как он тянет. Да, идет слабо, я боюсь. Да. Могу сделать вывод, что насос явно не справляется, то есть, как течет, только когда самотеком даешь. Дурацкий звук. Так, сейчас попробую открыть крышку, посмотреть, что у нас там происходит. как он тут у нас кипит, воды достаточно, а насос не работает. Да, совсем не течет. Какой можно сделать вывод, насос для наших целей использования с кулером, с таким, вообще не приспособлен, то есть, он даже самотеком не может протащить воду через вот такое количество, тут 3 метра шланга, да, кряхтит, пыхтит, ничего не происходит. Это обидно. А это означает только то, что придется менять. Сейчас буду думать, на какой. Насос обязательно должен выдерживать больше 100 градусов. В принципе, варианта 2. Это вариант, который ставит себе в оборудовании доктор градус и китайский насос по спецификациям у него там где 110, пишут где 120. Он, конечно, практически в 2 раза дешевле. Я буду думать, честно, буду думать. На данный момент могу сказать, что не качает совершенно. Вот. Ничего похожего на прокачивание воды нет. Хотя вот до этого было видно, что в принципе все было нормально. Стоило нагреться и хана. Вода не идет. Нет. Совершенно нет. Я прям даже не знаю. Подождем, пока остынет. Попробуем. Что я сделал сейчас? Добавил холодной воды и там немножечко потекло. Да, в принципе, можно сказать, течет. Здесь горячее на самом деле. температура больше тридцатки. Попробую добавить мощность воды. Вот. На самом деле, да, он стал качать нормально. И, скорее всего, нужно... сейчас уже температура комфортная. То есть, она где температура тела. Сейчас я солью. Потому что времени у нас на самом деле немного. как только вода кончится, у нас перестанет давать показатели. Да, еще пока есть. Так, оттуда идет горячей, нише, вода. Так. Улетела. Сложно это все делать с руки. Ну да. Справляется. Кулер прекрасно справляется. То есть, он кипяток практически. Там я добавил воды холодной совсем немного. Охлаждает ну где-то до 34-33. В принципе, если бы я вот это все сделал на колхозе не вот так вот, а сделал бы нормально, было бы хорошо. Вот видно, уже 32. То есть, вода прохладная. Реально чувствуется то, что здесь уже холоднее температура тела. Вот 31,6, 31,3. В принципе, я думаю, если я увеличу скорость холодной воды, она идет оттуда прямо ну горячая. Ну, будем считать, что нормально. На самом деле, сам чили расправляется. Насос говно. Все. Вода там кончилась. Я могу смело все прекращать. Затыкать эту штуковину. И делаем окончательные выводы. 48 пластин чили расправляется с кипятка до комфортных 30 градусов, но нужно хороший наполок холодной воды. То есть, это нужно учитывать. Наверное, можно попробовать даже использовать более толстые шланги, чтобы не было такой сильной струи напора. По насосу, по насосу хана. Никаких вариантов я уже не вижу, чтобы было более-менее комфортно. Вот. Поэтому на этом пожалуй все. Вам передает привет главный технолог. Он старательно смотрел, наблюдал за всем процессом, подсказал где надо. Важный товарищ. Дам. Надеюсь, было полезно. В дальнейшем расскажу, покажу, как я дальше буду использовать все эти компоненты, как я их соберу и что у меня из этого получится. Есть некоторые мысли, в процессе сборки немножко меняется. Ну, в принципе все. Надеюсь, понравилось. Всем пока.